На клоунской грядке вновь проросли ростки радости и веселья. Фестиваль собрал зрителей разного возраста, что стало доказательством – цирк любят все. Устроитель мероприятия Василий Конопляник отметил ребят, принявших участие в конкурсе рисунков, прошедшего в рамках фестиваля, а также принял дар для музея фигурки клоунов. Один из дарителей – давний друг музея клоунов Василий Гольцов. Все, что здесь сегодня происходит, вызывает восторг и уважение. Мы действительно внесли свою небольшую лепту в этот музей и по старой традиции решили продолжить это. Поэтому из той же самой Германии, но только из южной части, из Баварии, маленький клоун. Сегодня в музее клоунов, который уютно расположился в Доме культуры совхоза имени Ленина и который, кстати, в этот день отмечает свой второй день рождения, порядка трех тысяч фигурок. Это и игрушки, и керамические статуэтки, и куклы. Есть фигурки, в которых легко можно узнать всемирно известных клоунов. Директор музея Василий Конопляник в прошлом артист цирка с трепетом относится к своей коллекции. Сам проводит экскурсии. Привез из Америки вот этот клоун. Какого имя? Вот, вот написано. От космонавта до арбатурия. Глядя на эти клоунские ботинки, очень хочется их померить. И пока в музее клоунов никого нет, я, пожалуй, это и сделаю. А вот этот маленький кусочек поролона – отличный способ поднять самому себе настроение. А в это время в зрительном зале полным ходом шло представление. Гости сцены – клоун-мим театра лицедеи с первого номера, которому уже порядка 35 лет захватили внимание зрителей. Трудно сдержать улыбку, но здесь это и не нужно. Напротив, смеяться от души – это как лекарство. Среди зрителей – юные артисты цирка, для которых выступление лицедеев – что-то вроде мастер-класса. Клоуны бывают разные, и не совсем, не важно, какой внешний вид, какой облик. Главное, что внутри ты хочешь этим заниматься, тебе это нравится. Тебе нравится просто замечательный день. Представление длилось почти два часа, после чего нам удалось пообщаться с известными мастерами клоунады. Леонид Лейкин, он же клоуна Я-Яй, ответил на мой вопрос, почему над их номерами смеются по 30 и даже по 40 лет. Потому что это классика, понимаете, есть вещи, как классическое искусство. Они с возрастом только крепчают, как замечательное, хорошее вино. Возраст проходит, человек может, человек уже умирает. Умирает. А последний вдох, как последний пук мамонта, и всё. И рождается джинн. Тоник. Ну и по традиции все желающие смогли сфотографироваться со знаменитыми клоунами. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.